ну что привет друзья только что прошу прощения проблемы с микрофоном одну секундочку вот так ну что друзья еще раз всем привет всех рад вас видеть сегодня обзор будет непосредственно на вот такой вот замечательный танк только что вот секунду назад я его открыл и по скидке кстати взял сейчас он стоит 5 миллионов сто восемьдесят тысяч серебра я его прям забрал сегодня же я прокачал е-75 до конца и все-таки дошел до сотни и сейчас перед вами этот красавец так как он выглядит в тот момент когда вы берете его вот сразу таким то есть что у нас за пушка такая непонятно абсолютно непонятно давайте посмотрим все по порядку для начала давайте сделаем команду из е-75 пусть у нас будет команда вот такая интересная команда сейчас мы дойдем до сотни кто не знает как это делается внимательно наблюдайте так что у нас здесь тигр 2 е-75 вот что там с тигром вторым 4 перка здесь принципе тоже неплохо вам давайте еще посмотрим так и здесь у нас тоже самое тигр 2 нам не нужен так а как быть то получается на одного члена экипажа больше народу ну давайте посмотрим все равно возьмем значит наверное все таки кого-нибудь вот этого тигра с тигра второго товарища и так что мы здесь видим значит переводим всех членов экипажа вернее сделаем делаем сначала конечно же обучение на текущей машине ну даже не знаю ну давайте попробуем их здесь у нас 6 человек блин 6 4 240 на кого-то не хватит ну да ладно давайте делаем обучение и тут же моментально сбрасываем все вот примерно таким образом командир у нас получит все все остальные товарищи у нас получит не так много итак то же самое ту же самую операцию мы проводим ага надо оставить же еще немножечко денег как бы тут не потратить самое главное так ну давайте до сотни все равно вот таким образом сделаем там уже все остальное как пойдет так пойдет давайте здесь смотрим обучение делаем вот таким блин не получится наверно со всеми так хорошо поступить давайте вернем вот эту чтобы все было одинаково сбрасываем уже без 20 так дальше делаем теряем какую-то сумму средств делаем обучение здесь делаем ну давайте уж так делать так немножечко неправильно опять волнуюсь сбрасываем так у нас остается 73 совсем неудачно ладно теряем здесь ничего страшного здесь у нас идет обучение опять же мы но все равно нам не хватит на всякие фентифлюшки поэтому к сожалению поэтому пока будем вот таким образом мы последний у нас товарищ до делаем все ли правильно обучение переводим что-то он как-то сразу стал вот таким образом надеюсь все правильно я сделал ну и сбрасываем все перки ладно фиг с ним все равно не хватит ни черта там что-нибудь сейчас продадим да поедем показать там вам нужно что за танк и так ребят смотрите после того как мы вот так вот сделали нехорошо неприятно значит нам сейчас придется ускоренном темпе значит ставим первую лампу что у нас эксперты обязательно ставим но просто мне прикалывает когда я вижу что у товарища сломано ремонт обязательно ну и что-то а по ходу все да давайте дальше еще здесь точно также снайпер в первую очередь злопамятный наверное не знаю наверное не пригодится значит у нас ремонт будет ну и может быть давайте еще ну хрен с ним давайте на на злопамятный сделаем две секунды как-никак придает какой-то может быть даже немножко уверенности здесь мы это у нас кто механик водитель значит у механика водителя мы сделаем естественно virtuos это первое и второе король бездорожья это даст нам возможность нормально передвигаться по всяким наврагам по какой болотистой местности и все такое дальше радист у радиста у нас здесь во-первых чтобы все работало нам нужно боевое братство чтобы у всех было боевое братство нужно контролировать этот процесс контролировать делаем ремонт естественно ну и что-то еще у нас это принципе не особо важно давайте я даже не знаю пожаротушение что ли давайте попробуем хотя зря она наверно это сделал давайте вот радио перехват сделаем вот как то так давным давно так много не ничего не делал что у нас здесь отлично здесь уже работают и у нас остался давайте ремонт а следующее если что уже будет отчаянный и то же самое здесь у нас сейчас у нас боевое братство должно включиться вот и что у нас здесь ремонт тоже самое делаем и еще по идее еще что-то здесь надо прочитать у меня этого нет да правильно если приобретен двумя заряжающими эффект значит мы только ему делаем этот эффект и все хорошо все отлично вот такого плана у нас получается наш е100 значит надо здесь 68 64 тысячи нужно просто дали того ну чуть меньше если мы откроем здесь замочек то у нас получится 50000 нам нужно для топовой пушки хорошо 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 смотрим что у нас здесь по внешнему виду можем ли мы что-то сделать может быть у нас здесь да нам не хватает не хватает но хотя это не несет никакой скажем так пользу ну просто красиво обслуживание давайте посмотрим что у нас будет по обслуживанию у нас достаточно большое количество вот сволочи посмотрите как по 1000 да нам все равно придется что-то продавать так ладушки это сейчас уберем зайдем давайте быстренько сюда и посмотрим что нам я так думаю что нам одну секунду я должен посмотреть я вообще просто первый раз к е100 отношусь я не знаю вообще какие нужны перки и не перки а какое оборудование нужно так т-100 вернее не т-100 а е100 сейчас посмотрю одну секунду друзья мои значит так что нам рекомендует вики вики нам рекомендует здесь для ближнего боя значит вентилятор стабилизацию и досылатель для огневой мощи вот что мы с вами выберем я даже не знаю наверное для огневой мощи приводы наводки стабилизатор и досылатель и универсальный то же самое как и ближний бой вентилятор ясно значит я предпочту наверное давайте но посмотрим что у нас есть у нас есть стабилизация мы сразу ставим стабилизацию получается что мы с вами сделаем попробуем и вот вот таким образом единственное что мы не сможем она они это у нас есть досылатель то есть у нас получается боевой режим и вот в боевом режиме у нас все это и хорошо получилось теперь давайте посмотрим что у нас там осталось если что-то осталось усилены приводы наводки мы их нахрен и продадим ну просто чтобы не терять время да и все ребят как-то так мы продали получили деньги немножко чтобы у вас сильно не отвлекать я сделаю вот ход конем и так уже прошло времени аж 9 минут значит мы делаем вот таким образом здесь наверное сделаем 13 число попробуем его голда давайте 3 сделаем голды и все остальное обычными но здесь как обычно я ставлю малый рим комплект малую аптечку и автоматический огнетушитель всего 100000 почти 92 тысячи все ну и давайте для колорита сделаем наверно нам вот такой вот у нас будет давайте пусть будет подождите там по моему что-то у нас же было уже был какой-то подарок нет или нет никаких подарков нет бразили нет я футболом не болею поэтому и так все в порядке остается почти 100 тысяч и мы идем в бой первый раз вы наблюдаете вот этот момент когда мы идем в первый бой вместе с вами смотрим кстати там на красочку нам подогнали а может быть какие-то символы подогнали надо будет сейчас посмотреть что к чему кстати друзья давайте может быть посмотрим вот так вот если получится вернуться до получилось вернуться давайте посмотрим что это у нас внешний вид и свой стиль нам предлагается что давайте по краскам пройдем по краскам здесь кстати вот какая-то есть байда ну железо я потратил денежку нет нет это я не хочу он будет какой-то бледный знаете ли еще раз вернемся сюда еще раз посмотрим что у нас там за краски может быть какие-то другие краски есть у меня вот какой-то синий не знаю будет эффектно по-моему прикольно смотрите правда не хватит мне нифига ну и давайте так вот тогда да еще ну и последняя вот как раз вот такая вот у нас был калейдоскоп такой будет на песчаной реке ну прикольно мне кажется прикольно будет пусть это не оригинальная но это прикольно так давайте посмотрим что у нас эмблемами какие у нас эмблемы есть кстати вот у меня пятилетка вот у меня шестилетка то есть пять лет назад была такая байда сейчас уже шесть лет естественно ставить шестерку я не собираюсь это глупо то есть ничего интересного особо здесь и нет хорошо а значит мы выходим остаемся в синим брутальном цвете даже так прикольно поехали вложились 12 минут в оборудование во всю шнягу сейчас посмотрим как у нас будет двигаться сам танк в принципе после этого боя мы рассмотрим с вами ттх этого танка у у я даже не знаю что это у нас это у нас генеральное сражение интересно интересно я просто очень редко я недавно выставил галочку на генеральное сражение и хрен его знает сейчас что-то нечто пошло сейчас посмотрим с вами как наш там ну плохо что с десятками десятками конечно же там будет вести себя не так приятно кстати сейчас мы с вами даже сможем посмотреть сколько бы бэшками мы настреляем смотрите скорость снаряда у нас небольшая совсем 920 значит двести сорок шесть бронепробития и повреждение 490 принципе неплохо сто двадцать восемь миллиметров орудия у нас здесь тоже самое 490 до угасами у нас какая сумма угасами у нас шестьсот тридцать но пробитие шестьдесят пять конечно особо никого не пробьем нравится мне уже нравится нравится мне динамика из такая же примерно как на и третий такой симпатичный не умею я на нем играть я сразу вам говорю не умею не знаю как таким образом так насчет сведения вроде даже сведения даже сейчас вроде неплохое так давайте попробуем посмотрим бум 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 давайте попробуем того товарища подсадить может быть у кого-то получится удаваю же гриль давай а там нет такой возможности там же он стенка кстати видно все ребят валим назад я просто не знаю может быть можно как-то выстреливать там но она сейчас не выстреливать говорили что на на этих штуках выстреливала сейчас не к сожалению песочница ну что по звуку что у нас здесь так лететь нам далековато не очень хочется никуда мы не торопимся никуда мы не летим никуда не спешим стабилизация у орудия я смотрю неплохая сведение смотрите какой сразу сводится смотрите уже свелось очень неплохо очень неплохие показатели но смысл в том ребят что у этого оружия у этого орудия хоть она вот такой какой-то дремучая стремная но она ну это труба она длинная труба понимаете это очень хорошо значит снаряд должен лететь далеко я хотел е100 именно потому у меня было и вернее у меня был е100 секундочку е100 но мне он не очень подошел собственно говоря потому что сами понимаете наверно да там проблема основная была в том что не поворачивалась башня хотя наблюдать очень приятно когда вы один раз стрельнули вот и и сразу сколько там 1100 можно 1200 наверно нужно наблюдать но основной смысл в том ребят что ягдпанцер е100 это танк собственно говоря одного это танк всего лишь одного выстрела это конечно же неприятно а основная неприятность вот вы играете играете где-то там высвечиваете один раз стрельнули и приходится еще очень долго ждать а здесь смотрите развернулись повернули башку все видно прекрасно в движении ребята это конечно большой кайф мне бы еще пушечку самую топовую хотя посмотрите это меня гриль да так и грел нет гриль без урона написано по ходу не знаю кто-то меня рубанул я здесь не знаю куда ехать я не знаю эту карту вообще вот собственно говоря поэтому и непонятно что я делаю если честно поехали вперед чё нам нам же надо посмотреть что вообще за танк и как он работает давайте посмотрим лобовую броню я его не смотрел мы сейчас после этого боя зайдем и попробуем но когда-то я играл конечно в эту игру что-то я припоминаю насколько я помню это долгое сражение должно быть необычные 15 минут насколько мне кажется а может быть я ошибаюсь опять да приятно приятно едет очень комфортно ну вот и давайте сейчас будем глядеть куда ехать надеюсь здесь лед не проваливается так я смотрю там все наши по карте если глянуть то есть мы можем попробовать смело сюда заехать надеюсь у нас неплохая броня но я так думаю что на десятом уровне все таки е100 обладает хорошей броней так нехороший человек здесь был а мы с ним ничего не сможем сделать он просто от нас уйдет видите я засветился и все на этом поехали а я пока одно чего блин я еще и не замочил его прикиньте вот там вот сидит один говнюк давайте посмотрим как у нас что здесь пойдешь направо неприятный товарищ здесь еще проехать там можно нет я не знаю ну что пробуем а да тут вроде нормально все нужно проехать а да ну блин это что это не очень заходит но это просто такая карта попалась на самом деле все в порядке ну что давай его не пробиваю класс так ну я туда не успею последний танк у них все по идее мы выиграли так поскольку поскольку сегодня у нас был необычный опять же начало необычное рассматривал непосредственно у нас всего будет два боя не три как обычно а два сейчас давайте посмотрим ттх этого танка поймем что это вообще за танк это я показываю естественно видео не для тех кто знает кто знает у кого есть этот танк или кто знает про этот танк что-нибудь конечно вы можете не париться совсем вот по этому поводу переключаете дальше и вперед итак смотрим значит средний урон у нас 490 следовательно 600 мы можем увидеть бронепробитие 400 200 246 перезарядка нормально 11 секунд значит что у нас углы 720 время сведения хорошая точность 103 034 урон хороший прочность 200 250 сейчас посмотрим отдельно мобильность 30 неплохо незаметность наблюдения это неважно и абсолютно не интересно и так где наш этот танк вообще вот он предпоросмотр автомобиля и смотрим броню давайте посмотрим броню вот мы становимся к танку вернее танка нам лицом смотрим значит здесь у него примерно так 260 здесь 300 здесь 280 280 ну конечно голдой пушить можно элементарно ну разве что не если буду ромбовать тогда меня уже ну вряд ли кто пробьет просто надо научиться правильно это делать здесь смотрите попадание то есть наверное будет так ну ладно все понятно поехали хватит время тянуть последний бой на сегодня в целом конечно нужно дождаться топовую пушку уже на месте посмотреть что к чему пока сказать не могу насколько он такой вот слишком комфортный потому что ну я хочу сказать что танк до конца не ну не до дела незаконченный танк незаконченный в плане у него не топовая пушка я не знаю чем то пушка отличается сейчас посмотрим конечно я думаю что она ну должна отличаться в лучшую сторону иначе не было никакого смысла прокачивать и и так и так у нас три арты туда не пойду пт шик немного давайте посмотрим что к чему так ну все задумались пойдем сюда да с этой трубой конечно как будто забухал водопроводчик продал такую трубу и и вставили ну как-то некрасиво да совсем труба некрасиво здесь ничего страшного у меня уже кто-то определил ребята у них три арты напоминаю у них три арты и вот эти три арты сейчас нам не страшны в принципе потому что они едут только к месту дислокации своей и после этого там через минуту они уже начнут стрелять а пока я в безопасности но уже неприятно блин такой громадина такая общая так я не заметил он вообще был у меня в прицеле или нет тут уже нормальная карта уже все понятно все известно куда что поэтому мы мощь конечно мощная мощь сильная посмотрите какой мощный танк на балденный когда я прокачаю еще следующую трубу я имею ввиду следующие орудия я естественно сделаю дополнительный такой же гайд обзор по этому танку по моему мнению какой он расскажу вам и мы увидим все как будет ну что ж поехали ждем на пятьсот одиннадцать неплохо но не лучший это у нас тоже стандарт б хорошо пробуем шкода выходи четыреста двадцать девять это вообще сток и кстати хочу сказать наверняка это я попадаю за счет того что я высокий надо уважать маленьких вот поэтому я аккуратненько подъехал пододвинулся нибудь не быкую так ну что у у них вот здесь сидит наверно куча народу вот повторюсь нормально повторюсь я не знаю каким образом играть на этом танке я еще не в курсе поэтому извините если для вас вату как я играю кажется не пробили шкоду а если вам это покажется каким-то смешным теперь типа я какой-то лошара на тяжелом танке на топовом танке вообще в команде и сижу где-то в засаде за кустами с броней свыше 300 да я понимаю что это выглядит как-то стремненько но и так ребят ну что все равно идем вперед 70 ну тут уже сидит смешно действительно засаде при таком счете 70 так никого там нет мне не понять и надо товарищ чем хочет хочет меня остановить или поиграть так 10-2 не е-50 ты какой-то маленький какой-то слабачок так ну что ж ну что ж явно все не с этой стороны все там черт ошибся ну бы уже лупануть промазал да еще и промазал к тому же ладно ну это такое дело но на данный момент могу сказать что танк хотя бы адекватный хотя бы точный хотя бы быстрый но в плане не такой мрачный как когда возьмешь просто е-75 взял в том в этом когда он только его открыл это был ужас просто это просто был ужас он не ехал не стрелял он только принимал себя снаряды вражеские и на этом все так ну что бой у нас закончился мы посмотрели как он танкует немножко танк и как он стреляет в принципе неплохо сейчас мы с вами посмотрим еще пушку последнюю и на этом будем прощаться 28 минут как раз прошло все порядке уложились итак что у нас тут не буду сейчас ничего делать потому что бой конечно не серьезный так ну давайте попробуем посмотрим что у нас где вот здесь предпосмотр машины давайте посмотрим вот у нас пушка одна вот такая и теперь давайте сделаем поменяем пушку смотрите здесь у нас 128 сантиметров 12 и 8 вернее сантиметров а здесь 15 сантиметров пушка вот она вот у нас такая конечно посмотрите бронепробитие у них одинаковая что ли нет давайте посмотрим еще раз там 246 и здесь 246 однако на предыдущий было 490 а на топовой 750 ну конечно же ребят во первых танк законченный посмотрите какой он классный смотрится дальше скорострельность конечно уменьшилась и да и вот здесь вот разброс тоже увеличился но я думаю что все будет более или менее нормально друзья на этом все спасибо что были спасибо что посмотрели если понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал на этом все друзья все пока пока всем хорошего настроения удачи